Когда ты пришёл посмотреть милый слайс, навряд ли тебе хочется опускаться в какое-то серьёзное раздумие. Всем привет, ты Кей Кей. Как многие знают и понимают, повседневность может быть разной, иногда даже слишком. Так что практически каждый может найти в ней что-то своё. Тема мёртвых айдолов витала у нас и в других сезонах уже, но всё-таки в другом ключе. Юя Ни Йода – мембер не очень популярной джейпоп-группы Зинкс. Пока его партнёр по дуэту выкладывается на все 100%, Ни Йода старается настолько, чтобы не быть уволенным. Ведь стал он айдолом, желая заработать лёгких денег, а оказалось, что придётся много работать ради популярности. Но на его удачу он встречает Асахи, призрака девушки-айдола, который не может уйти, так как всё ещё мечтает выступать на сцене. Юя увидел в этом прекрасную возможность набрать популярность. Асахи, занимая его тело, может снова выступать, а он за выступление получать оплату. Графон обычен для лёгкого слайса, приятная картинка, которая старается не делать вам больно. Конечно, упрощённых моментов куча, без них никуда. А ещё сейджай-выступления, которые здесь выглядят как-то даже гармонично, что удивляет, учитывая, что всё остальное по большей части бюджетное. Осты выдерживали между чем-то типично айдольским и комедийным. Возможно, больше с упором на первое. Не что-то особо примечательное, но весьма мило. Несмотря на тему айдол-групп, это всё же не типичное аниме про айдолов, а больше такая комедия. Главного героя Юй Нью-Йодо интересует только деньги. И когда его пригласили в агентство, он решил, что это лёгкий способ заработать. У него есть внешние данные, хороший голос. Нью-Йодо смог бы стать идеальным айдолом, если бы не скверный характер. Юя замкнутый, необщительный. Ему даже улыбаться во время уступления лень. Хотя нужно признать, что даже у такого непутёвого айдола есть фанаты. Асахи Магами – его полная противоположность. Она очень общительная и целеустремлённая. Асахи долго работала, чтобы стать айдолом, и была весьма популярной. Но только по неудачному стечению обстоятельств она погибла в автокатастрофе на пике своей карьеры. И эти двое решили как бы помочь друг другу. Есть только одна проблема – они всё-таки слишком разные. Асахи, вселяясь в тело Юи, всё же ведёт себя как айдол Асахи. И вроде это даже работает, новый Нью-Йодо привлекает больше фанатов. Но старые фанаты Нью-Йодо всё же привыкли к его другому образу. Да и у Асахи с времён его айдольства остались фанаты, которые начинают замечать в Нью-Йодо что-то знакомое. Асахи это понимает, поэтому старается помочь Юи только в крайних случаях. Признаться честно, Нью-Йодо неприятный персонаж. Его характер работает для этой комедии, но всё же он несколько раздражающий. Конечно, его уравновешивают Асахи и его партнёр по дуэту Казахи. Поэтому можно сказать, что всё не так уж плохо. Тем более для аниме про айдолов образ получился незаезженный. Мне кажется, нужно вернуться к тому, что это в первую очередь комедийный слайс. Характер Нью-Йодо и контраст с характером Асахи. А ещё фанатки, готовые пойти на всё ради кумира. Это основные темы шуток здесь. Не могу сказать, что это очень смешно или уморительно, но получилось, как мне кажется, забавно. В первую очередь, это аниме цепляет своим концептом. Ну и если вам нравятся комедийные слайсы, то вы останетесь. В противном случае, ну, можете поставить это аниме на фон. Оно очень лёгкое и ненавязчивое. Пусть это и не аниме про отношения родителей и детей, но получилось очень мило и уютно. Мама Яйки попала в больницу, но Яйка не осталась одна, ведь она дочка босса клана Якуза. Но кому глава клана может доверить важное задание по присмотру за своей дочерью, как не своей правой руке? Так, Тору Кирисима безжалостный, но крайне преданный боссу стал нянькой юной госпожи. Графон весьма хорош для повседневого слайса. Ничего особенно выдающегося, но смотреть приятно. Стилизация стандартная для аниме, при этом для подобного тайтла она работает отлично. В целом, расслабление не только для души, но и для глаз. Осты тоже прелестны. Оппинг стандартно представляет персонажей, причем туда их решили запихнуть по максимуму и, по-моему, не забыли вообще никого. А еще стандартное построение сделали с представлением персонажей и экшеном, что сразу нас готовит к некоторому сюжету, кроме слайса. Эдинг полегче, да и видеоряд попроще, что, тем не менее, не делает его менее милым. У нас уже были аниме, где члену Якудзо приходилось переквалифицироваться. Самой близкой здесь, я думаю, будет Хиномацари, где главному герою, члену группировки, приходится следить за странной девчушкой, которая на него внезапно свалилась из ниоткуда. Но Хиномацари все-таки комедия с элементами фантастики. Здесь же это просто повседневность. Милая Яйка стала совсем замкнутой после того, как ее мама впала в кому. Так как она дочка головы Калана Сакураги, то ей нужна не просто нянька. Поэтому Торо Киришима стал идеальным вариантом. Знаете, в аниме такие суровые парни обычно оказываются совсем неплохими людьми. И это как раз тот случай. Жестокий к врагам Киришима, прозванный демоном Сакураги, с заботой относится к Яйке. Тем более, она дочка его босса. В некоторых моментах это аниме оказалось серьезнее, чем ожидалось. Яйка по-своему переживает о маме. Она не понимает, почему мама так изменилась и не может больше с ней общаться. У Яйки даже есть некоторая детская обида на нее. И меня этот момент на самом деле удивил, потому что сначала нам представляют Яйку как очень рассудительную девочку. Но эти чувства напоминают нам, что она все-таки ребенок. И с некоторыми вещами самостоятельно разобраться она не может. И тогда Киришима приходит на помощь. Он находит нужные слова. Да и то время, которое они вместе провели, помогло расположить Яйку Киришиме как к надежному взрослому. Слайс этот все-таки немного еще и комедийный. Ведь такому суровому Киришиме приходится учиться совершенно простым бытовым вещам. Например, плетение хвостиков, готовка и всему подобному. И не всегда хороший Яйку за оказывается хорошим домохозяином. Также у Киришимы много странно знакомых. Ну и сдержки маргинальной жизни. Они немного разбавляют гармоничные отношения Тору и Яйки. Ну и больше раскрывают его разные стороны. А также это все-таки аниме про якутс. Поэтому без некоторого триллера и драмы здесь тоже не обошлось. У некоторых членов других кланов зуб на Киришиму. Да и мама Яйки не просто так в коме. Поэтому середина аниме все меньше комедии и больше напряжения. Поэтому аниме получилось весьма специфическим. С одной стороны, вроде чем больше разнообразия, тем лучше. Но с другой, когда ты пришел посмотреть милый слайс, навряд ли тебе хочется опускаться в какие-то серьезные раздумия. И наоборот, те, кто любит посмотреть бандитские разборки, навряд ли будут пробираться через всю эту повседневную милоту. Но лично я люблю иногда посмотреть подобные анимы. Тем более персонажи приятные. Если взять Алису из смертоносного герцога и дать ей внешность, что-то между Наготорой и Узаки, то получится ультимативная подразнивающая горничная. Родители молодого господина Юри погибли в автокатастрофе. В наследство ему достался небольшой особняк. Прислугу пришлось уволить из-за отсутствия больших бюджетов, но за основником все же нужно следить. И тут появляется Лилит, горничная, которая готова работать буквально за крышу над головой. Юри кажется это подозрительным, но ему очень нужна помощь по хозяйству, поэтому он решает нанять Лилит. Графон звезд с неба здесь не хватает. Если мы говорим об этом аниме как чем-то фансервисном, ну потому что такие аниме с подразниванием обычно фокусируются и на фансервисе тоже, то прямо нет, это не работает. Просто зачем вообще делать пышногрудую горничную с открытым декольте с таким графоном? Даже секундные улучшения графона для фансервиса не спасают. Осты типичные для комедийного слайса. Видеоряд опенинг хорошо представляет персонажей, описывая ситуацию и отношения между героями, а еще вкидывает небольшую интригу. Эндинг тоже очаровательный, но в таких аниме Осты все же не основной фокус. Если честно, я не понимаю это аниме, а вернее любые подобные аниме с сотой, рядом с которым находится взрослая женщина, которая ведет себя весьма двухсмысленно. Главный герой Юрия старается вести себя зрело, ведь ему нужно следить за домом, который достался ему в наследство. Но рядом с Лилит все же реагирует как ребенок. Он считает свою горничную подозрительной, потому что как такая шикарная горничная может работать только за еду? Но позже эта подозрительность становится больше похожа на смущение от нового для него чувства влюбленности. Резко проговаривать все свои эмоции тоже одна из форм смущения. Нужно признаться, Лилит действительно подозрительна. Какой взрослый будет флиртовать с мелким пацаном? Нет, я понимаю, конечно, какой, но в контексте этого аниме не особо. И если сначала это выглядело как простые подразнивания, но потом она начинает смущаться, когда Юри говорит о женитьбе на ней. И чем дальше, тем больше кажется, что их роль в подразнивании сменяется. Но на самом деле Лилит действительно кое-что скрывает от молодого господина. Главные герои, конечно, забавные, но более очаровательными выглядят госпожа Цукаса и ее дворецкая Фуджисаки. Цукасу интригуют запретные отношения между хозяином и горничной, поэтому она болеет за Юри и Лилит, она их главный шиппер. Ну а Фуджисаки приходится поддерживать свою госпожу. Если рассматривать отношения Юри и Лилит как семейные, ведь у главного героя не осталось никого, кто мог бы его поддержать, а Лилит просто по каким-то своим причинам решила ему помочь, то это весьма милый слайс, который можно поставить на фон и не заморачиваться. Но если воспринимать поведение Лилит как флирт, то это аниме все-таки крайне подозрительно. Вот такие мои мысли об этих тайтлах. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока.